Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Совещание морской коллегии при правительстве России прошло в Сочи. Один из вопросов – месторождение полезных ископаемых. На встречу всемирному фестивалю молодежи в Сочи к этой дате накануне развернулись 10 культурных и спортивных площадок. 413 объектов в Сочи не подключены к канализации. Таковы результаты мониторинга. Как решить этот вопрос обсуждали на совещании у главы курорта. 600 прыжков за три дня в Сочи прошел фестиваль бейсджампинга. В этом году он стал международным. Совещание морской коллегии при правительстве России прошло в Сочи. Это постоянно действующий координационный орган, который согласовывает действия органов исполнительной власти, как федеральных, так и региональных, а также вопросы морской политики страны. На совещании под председательством вице-премьера России Дмитрия Рогозина обсуждали вопросы обеспечения военной и экологической безопасности в море, о создании условий по разведке и добыче стратегических видов минерального сырья в международном районе морского дна, а также говорили о развитии Балаклавской бухты и Севастополя и ликвидации последствий, которые происходят в ходе морской деятельности. От экологической обстановки в морях зависит экономика, туризм, биоресурсы и орнитология в окружающих регионах. В Краснодарском крае два моря – Черное и Азовское. Ни в одном нет затопленных судов и нефтепродуктов, которые могут представлять экоопасность. А вот что касается природных ископаемых, то на Черноморском побережье есть газовые и нефтяные месторождения. На сегодняшний день Черное море – это такой же серьезный источник полезных ископаемых, как и другая часть Краснодарского края, то есть равнинная, сухопутная часть Краснодарского края. Работы в этом направлении, несомненно, ведутся. Это будущее, за этим будущее, потому что запасы полезных природных ископаемых, которые скрыты от человечества, скажем так, по толще воды, за ними будущее. Отмечу, что многие вопросы, которые решаются в ходе морской коллегии, в итоге становятся законопроектами или векторами развития морского комплекса. Кстати, сегодня во время совещания было принято решение об учреждении звания заслуженного гидрографа Российской Федерации. Это специалисты, которые занимаются описанием вод земной поверхности. Вениамин Кондратьев встретился с последним императором. Так прозвали легендарного российского бойца Федора Емельяненко. В качестве президента Союза ММА России он приехал в Краснодар на кубок по смешанным боевым единоборствам. Губернатор Кубань в разговоре с Емельяненко заметил, что в регионе активно развивают все виды спорта. Они вместе прогулялись по театральной площади Краснодара. Здесь на выходных развернули сразу несколько площадок. Спортивные школы проводили мастер-классы и соревнования по борьбе, карате, самбо и боксу. Правда, увидев Федора Емельяненко, некоторые даже останавливали поединки, чтобы сфотографироваться с легендой смешанных единоборств. Событие номер один в молодежной повестке года уже на пороге и пройдет оно в Сочи. До Всемирного фестиваля молодежи и студентов осталось четыре дня. В преддверии этого масштабного международного события на курорте прошли массовые спортивные и культурные мероприятия. Местная молодежь продемонстрировала все свои творческие способности и стремление к здоровому образу жизни. Масштабы фестиваля молодежи и студентов сопоставимы сочинской олимпиадой. В наш город съедется современное поколение из 150 стран. Это более 20 тысяч молодых лидеров творческой и спортивной молодежи. Среди них и инженеры, ученые, члены молодежных организаций политических партий, юные преподаватели вузов, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. В программе фестиваля предусмотрен как культурный, так и спортивный блок. Сочинцы же популяризацией здорового образа жизни среди молодежи занимались все минувшие выходные. Всевозможные активности прошли на открытых площадках всего Большого Сочи. В центре задействовали и в площадь флага. Баскетбольное кольцо, футбольные ворота, маты для спаррингов. Свои мастер-классы здесь одновременно продемонстрировали баскетболисты, футболисты и боксеры. Мероприятия прошли под девизом «Навстречу всемирному фестивалю молодежи и студентов». У нас в городе Сочи хорошие условия для проведения этого мероприятия. В Бразилии проходили олимпийские игры летние. Там много экспертивных боксеров, я так считаю. Ну и возможно бы с ними встретился. Это очень приятно, так как будет возможность пообщаться со своими сверстниками из других стран. Тем более я знаю, что приедет делегация из Японии, хотелось бы пообщаться с кем-то из ребят. Занимаюсь дзюдо и этот вид спорта пришел оттуда. Я знаю то, что в нашем городе будет проходить международный фестиваль молодежи. И я очень этому рада, потому что приезжает около 200 стран. И я бы хотела очень повидаться со спортсменами из Франции или Англии. Задействовали на импровизированных спортивных площадках и зрители. Ребята соревновались в эстафетах и даже в сборке-разборке оружия. Тема спорта, но уже параллельно с музыкальными и песенными номерами, продолжилась на Южном Аллу. Здесь спарринги проходили в сопровождении концертного марафона Сочинской филармонии. На сцене лауреаты международных конкурсов. В хосте отдали дань классике. Здесь, помимо всего прочего, звучал духовой оркестр. Это стало, наверное, уже традицией, потому что перед самым большим мероприятием, как это было перед Олимпиадой, а сейчас мы готовимся встретить фестиваль молодежи и студентов. Осталась ровно неделя до такого замечательного мероприятия. И мы решили его отметить у себя в районе такими праздниками, куда пригласили наших школьников, пригласили наших ветеранов, пригласили жителей Хостинского микрорайона. Точки активности по всему Большому Сочи заполнили юные сочинские артисты и представители Олимпийского резерва курорта. Праздник прошел в лучших фестивальных традициях. В том числе продемонстрировал, что Россия вновь готова гостеприимно принять представителей всех континентов. Спортивная жизнь в городе Сочи сегодня кипит, культурная жизнь кипит, поэтому все практически открытые площадки города Сочи сегодня задействованы. Молодежь города Сочи, спортивные школы, учреждения культуры вышли в город. Все жители города Сочи готовы встретить фестиваль молодежи и студентов 14 октября 2017 года. Мы еще раз сегодня показываем, что самый спортивный город, самый веселый город, самый культурный город – это город Сочи. Напомню, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России уже дважды в 1957 и 85 годах. 2017-й – юбилейный не только для самого фестиваля, который стартовал в 1947 году, но и для российской истории. Ведь впервые наша страна открыла свои двери для молодежи всей планеты 60 лет назад. Московский размах тогда поразил мир. Сочи взятую планку планируют удержать. Галина Моисеева, Инга Габешия, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Красиво, ярко и эстетично. Так должны выглядеть объекты города Сочи всегда в преддверии международных событий. Тем более в администрации города прошло совещание на тему благоустройства и ночной подсветки сочинских магазинов и санаториев. Необходимого результата поможет добиться комплексный подход, отмечают специалисты Департамента оформления и дизайна городской среды. Основные принципы, которым необходимо следовать руководителям объектов торговли и санаторно-курортного комплекса – это качественный материал и дизайн. Программа «Минимум» – подсветить сам объект световым контуром, территорию, входные группы, подчеркнуть озеленение светодиодами, необходимо украсить даже кроны деревьев. Собравшимся продемонстрировали примеры оформления фасадов и поделились контактами потенциальных подрядчиков, которые, к слову, готовили город к Олимпиаде. О том, что делать надо, и о том, что наши санатории, ряд санаториев и отелей стоят темные – это факт. Мы на самом деле от Нового года к Новому году вешаем снежинки, потом пытаемся летом их снять. Вы один раз делаете нормально, чтобы было красиво. Плюс ко всему вы прекрасно знаете, что каждый Новый год подводятся итоги. Так, на лучшее оформление. И в этом году я попрошу, будут обязательно учитывать и световое оформление в том числе. Это для вас хорошо. Это в первую очередь реклама для вас. Кому какая помощь нужна по согласованию со светом, или с электросетями, или с Сочи светом нашим. Мы готовы с каждым общаться, каждому помогать. Проектные решения для согласования в мэрию должны поступить уже сегодня. Данное мероприятие стартует не только в преддверии фестиваля молодежи и студентов, подчеркнул замглавы. Впереди Новый год, который плавно перетекает в новые международные события. В 2018-м Сочи принимает Формулу-1 и Чемпионат мира по футболу. Минувшие выходные выдались не только ясными и солнечными, но и горячими для пожарных. Накануне в 5.30 утра в Дагомысе загорелся склад. Данные разнятся. То ли это был склад алкогольной продукции компании «Алкопрофи», то ли склад автозапчастей. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Здание выгорело полностью. Пострадали три припаркованных неподалеку автомобиля. А вечером 7 октября на перекрестке улиц Гагарина и Донская во время движения вспыхнул автомобиль «Волга». Машина сгорела дотла. Огонь перекинулся на находившиеся рядом строительные материалы, которые также загорелись. Предварительная версия – техническая неисправность автомобиля. Пострадавших нет. В Сочи вертолетом доставили пострадавшего туриста. 8 октября около полудня в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в районе Черкесского перевала – это подножье горы Фишт – молодой человек получил травму руки. Друзья оказали туристу доврачебную помощь, но остановить сильное кровотечение так и не удалось. Молодые люди вызвали спасателей. Для экстренной эвакуации пострадавшего сочинца из горной местности был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. 23-летнего сочинца доставили на базу МЧС в Сочи и передали сотрудникам скорой помощи. 10 октября газа не будет в части Центрального и Лазаревского районов. А в Сочи Горгаз будет проводить плановые работы на газопроводе среднего давления в переулке Теневой. Работы будут проводиться с 8 до 17 часов. На это время от газоснабжения будут отключены котельная ООО «Хоста» и абоненты в переулках Теневой, Тамбовский, Объездной, Знаменский, Славы и на улицах Виноградная, Просторная, Братьев, Еремян. Также будут отключены садовые товарищества «Заря», «Клен» и «Сорок лет победы». Подача газа в дома на участке возобновится сразу после окончания плановых работ. Дорогу в село Верхнениколаевское отремонтируют в следующем году, а мост через реку восстановят уже в ближайший месяц. Об этом заявил глава Сочи на встрече с жителями Кудепстинского сельского округа. Один из вопросов, с которым выступили местные жители, несанкционированный сброс мусора неизвестными людьми. Глава Сочи потребовал от участкового разобраться с вопросом. А тем, кто копит мусор в собственных дворах или около них, выдвинули требование срочно убрать антисанитарию. Тем более, во время субботников город обеспечивает селян грузовиками для вывоза мусора. Еще один вопрос – газификация. Как пример, улица Пашковская. Жители не делают техусловия, считая, что это очень дорого – самостоятельно тянуть ветку от магистрального газопровода. Анатолий Пахомов отметил, заявку необходимо подать. Отталкиваясь от нее, муниципалитет может, как говорится, войти в долю с жителями улицы. Учтем все. И если будем видеть, я на вашу сторону стану. Будем депутатам убеждать, что ничего, надо помочь людям выделить там 2 миллиона рублей. Если вот таких вот будет в размерах, мы поможем. Хорошо? Также в марте начнется ремонт дороги в село Верхнениколаевское, а также улиц Мичурина, Михайловской и Пашковской. Разрушенные большегрузами мост отремонтируют в ближайший месяц. И поучаствуют в этом руководители РБУ, которым и ездит строительная техника, отметил глава Сочи. Но вдоль дорог тоже должно быть чисто и красиво. Вот, к примеру, прямо напротив сельской администрации в Кудепсте красуется строительный забор. Но стройки нет. Выяснилось, участок недавно купили. Анатолий Пахомов заявил, в этом случае владелец должен заменить забор на зеленую изгородь. Я, как законопослушный гражданин, конечно, хочу исправить это, сделаю все как положено. Если приняли решение в администрации по поводу зеленой зоны, соответственно, тогда сделаем, ну, как надо, в общем, будем приводить все в порядок. Также Анатолий Пахомов рассказал жителям, что в Сочи необходимо строительство еще 14 школ и детсадов. Где именно они расположатся, станет ясно после завершения корректировки генплана. Этот процесс планируется закончить к декабрю. Море в Сочи чистое, но будет еще чище. Глава города Анатолий Пахомов провел совещание по фактам нарушения природоохранного законодательства. Несмотря на то, что город усиленно занимается два года подключением объектов к централизованной канализации, мониторинговые группы продолжают выявлять владельцев и частных домов, и гостиниц, которые живут по старинке. Такое нежелание шагать в ногу со временем сначала оборачивается для нарушителя штрафом. В среду был обследован Верещагинский ручей, были выявлены достаточно много мест несанкционированных сбросов вредных загрязняющих веществ, выписаны предписания, совместная работа проведена с Министерством природных ресурсов и экологии края. Проведена огромная работа по пресечению сбросов неочищенных канализационных сточных вод в водные объекты на рельеф и в систему ливневой канализации. Только в этом году осуществлено 789 рейдов. Выдано 958 предписаний, составлено 327 протоколов об административных правонарушениях. Из обследованных 6994 объектов у 413 отсутствует сеть источных вод. Глава города предупреждает рано или поздно, но исполнить на курорте природоохранное законодательство придется. Это касается и городских территорий, и сельских. Перед сходом граждан Кудепсинского сельского округа Анатолий Пахомов побывал в селе Верхнее Николаевское и сразу обратил внимание, с канализацией там непорядок. Подошли к этим домам, дом приличный, каменный, дорогой, сбрасывал фекалии свои прямо в открытую ливневку. После рейда главы города туда отправилась целая делегация контролирующих служб. Выявлен сброс точных вод на открытую поверхность и в канавы вдоль проезжей части, как минимум у трех домов. Нарушителям природоохранного законодательства придется заплатить штраф. Впоследствии будет проведен повторный обход, всем даны сроки на устранение, выданы предписания. В случае не устранения, либо в случае повторного привлечения в течение года граждан к административной ответственности будет применена уже другая статья. В ходе разбирательства выявлено здесь, прямо через дорогу проходит система централизованной канализации. И люди обращались в прежнее предприятие Сочи Водоканал, но якобы получили отказ. Объективность данной информации я не могу проверить, потому что Сочи Водоканал больше уже не существует. Сегодня разговаривала с директором УКВ Водоканала, намечен план мероприятий, план действий. Жителям даны разъяснения, что им необходимо сделать для выполнения этих работ. Со своей стороны окажем максимальное содействие и в течение двух-трех недель мы их подключим в центральной канализации. Были сделаны замечания жителям относительно санитарного состояния поселка, мусорных свалок вдоль дорог и размещений несанкционированных рекламных счетов. Кто их там установил, выяснит административная инспекция. Гелена Овсец, Надимир Даниловский, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Подарок, который ждали. Юные музыканты и преподаватели отделения народных инструментов детской музыкальной школы имени Шмелева получили сегодня долгожданный аккордеон. Помощь в приобретении инструмента оказала городская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Всего три килограмма вес аккордеона для начинающих музыкантов, которых привлекает исполнительское мастерство именно на народных инструментах. К слову, стандартный вес аккордеона – 10-15 килограммов. Альбина второй год занимается по классу аккордеона. Инструмент, который школа получила сегодня, это и ее подарок. На маленьком инструменте мне удобно, и мне теперь не надо носить в школу инструмент. В свое время школа получила грант от городской благотворительной организации «Лига женщин. Мост добра». Как его использовать, решали всем коллективом. Приобретенный аккордеон российского производства, как отмечают преподаватели отделения народных инструментов, с хорошим звукоизвлечением, небольшим весом и, главное, необходимой сегодня школе. Народное отделение пользуется огромной популярностью. И такие инструменты, как баяна, кардион, гитара, балалайка, домра, они точно так же востребованы. Играть на хороших музыкальных инструментах, на качественных, извлекать качественные звуки – это гораздо приятнее для детей. Приятно и осознавать, говорит руководитель городской общественной организации «Лига женщин. Мост добра» Елена Пахомова и то, что виден результат работы. Это слова благодарности взрослых и счастливые лица детей. В правилах нашей организации помогать всем, это в уставе нашей организации, мы занимаемся не только благотворительностью, мы занимаемся всевозможными программами и, в частности, вот очень помогаем творческим коллективам, творческим детям. Это наш город, это наш край, это развитие народного творчества, это наша история. И дети должны лучше в этом, как говорится, разбираться, понимать. И мы, конечно, с очень большой поддержкой к этому отнеслись. В целом «Лига женщин. Мост добра» поддерживает различные учреждения, оказывает индивидуальную помощь. Ежегодно «Лига женщин» проводит конкурс «Хрустальный петушок», где на сцену в рамках творческих состязаний выходят дети с ограниченными возможностями здоровья. Также члены организации помогают в проведении спортивных соревнований, приобретении формы накануне учебного года, костюмов для творческих коллективов и подарков на Новый год. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел фестиваль бейс-джампинга. Самым главным моментом фестиваля стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста. Такой прыжок на профессиональном сленге зовут «многовей». Впервые в истории произошел «многовей» с моста с одновременным участием 25 человек. Фестиваль для бейсеров проходит в Сочи в третий раз. Каждый год участники придумывают что-то новое, более сложную акробатику, более сложные групповые прыжки. Увеличивают количество участников массового прыжка. На этот раз в Сочи приехало около 50 участников со всех уголков страны. На этот раз фестиваль приобрел и международный статус. На него приехали спортсмены из Беларуси, Армении и Великобритании. В течение трех дней участники совершили около 600 прыжков. В Сочи в 2019-м состоится чемпионат мира по боксу. Как город готовится к очередному крупному турниру, обсудили на совещании Сочинской городской федерации бокса. За год до чемпионата мира в 2018-м пройдет чемпионат России по боксу. На нем и будут определены спортсмены, которые представят страну на международном уровне. Мы с радостью восприняли эту новость, что чемпионат мира будет проходить в городе Сочи. И со своей стороны, конечно же, берем на себя повышенные обязательства в части подготовки к этому важному для всей нашей страны мероприятию. Благодаря тому, что город Сочи принимает чемпионат мира по боксу, уже сейчас у нас очень активно начинает развиваться этот вид спорта. Определяться с участниками сборной, готовить ее к боям с зарубежными соперниками необходимо уже сейчас. В Сочи есть перспективные боксеры, которые могут попасть на чемпионат мира. Мы начинаем собирать команду для того, чтобы провести в первую очередь чемпионат страны, а потом чемпионат мира, который пройдет здесь, в Сочи, в 2019 году. Для того, чтобы собрать это все, команду, это сложный вопрос. Соберется весь мир, и нам надо, как говорится, не ударить лицом в грязь и быть на первом месте. Мы будем к этому стремиться. Мы хотим, чтобы наши спортсмены боксировали на турнире как российского уровня, так и впоследствии защищали честь нашей страны, Российской Федерации, на предстоящем чемпионате мира, который должен проходить и будет проходить в городе Сочи. Тем более для проведения чемпионата мира в городе Сочи у нас уже есть большое, огромное наследие после Олимпийской 2014 года. К слову, в Сочи сильный и женский состав. Только в третьей спортшколе по боксу три члена сборной России, победители чемпионатов Южного федерального округа и первенства страны. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.